Сложные положения у нас очень. Обратите внимание. Прошу вас. Прошу умолять. Ради Аллаха я вас прошу. Жители поселка уже в отчаянии. Устали ждать, говорят они. Ситуация здесь непростая и решить ее не удается вот уже четвертый год. В микрорайоне проживает более 10 тысяч человек, а детям не хватает школьных мест, чтобы все могли получать знания, не выезжая в столицу. Я как доктор курирую вторую школу. Там в прошлом году было 7 первых классов, на сегодняшний день там 13 первых классов. Очень много населения, она растет и две школы. Соответственно, места не хватает. В поселке есть две школы, но они переполнены. В каждом классе учатся по 35 человек, поэтому детей приходится возить в Махачкалу на собственном транспорте, так как маршрутки все бывают переполнены. Некоторым приходится на своей машине возить в город, а у каждого таких условий нет. Кроме того, микрорайон отделяет от основной части поселка центральная скоростная дорога. И чтобы добраться до школы, дети вынуждены переходить эту дорогу, что небезопасно. Только за январь здесь было совершено 4 наезда на пешеходов. Сколько детей погибают? Сколько вот за один год несколько детей погибли здесь? Мы сами тяжело, там взрослые даже не можем туда проходить. Для того, чтобы все дети школьного возраста могли обучаться, не выезжая из поселка, необходима дополнительная школа, считают активисты. Земля под ее строительство была определена еще в 2017 году. За эти три года участок стал намного меньше. Вот мы вам даем землю, вот землю, которую удержали три года воюя с этими чиновниками. Давайте же, построите нам школу. Она нам очень нужна. Они никак не хотят, чтобы этот участок оставили. Они хотят ее распродать, чтобы наши дети стали грамотными. Они образованы, они не хотят. Факт незаконной приватизации этих земель подтверждает и мэрия Махачкалы. Сейчас власти планируют аннулировать решение и вернуть земли под строительство школы. Выяснилось, что на семь участков зарегистрированы права частых собственно неустановленных лиц, которых мы сейчас уже устанавливаем. И в ближайшее время соответствующие материалы будут направлены в судебные органы для снятия с учета этих участков. После возврата земель отмечают в мэрии столицы и будет запланировано строительство школы. Работа по включению объекта в республиканскую инвестиционную программу уже проводится. А местные жители, в свою очередь, выражают надежду, что им не придется ждать обещанного еще три года. На Махачкала! Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.